Такие информзнаки теперь есть на десятке улиц Богатова. Почти 60% застройки города это частный сектор. Зимой количество энергопотребления растет. В домах включают обогреватели. Увеличивается по статистике и количество хищений. В этом году с энерговорами решили бороться общественными порицаниями. На столбах рядом с их домами установили знаки с надписью «Энергохам». Идея родилась недавно, скажем, по опыту работы предыдущего. Потому что мы знаем много людей, физических лиц населения, которые в неблагополучном плане рассчитываются за электроэнергию или попадают под отключение длительное время, делают набросы на воздушные линии. Пенсионер Алексей добросовестный энергопотребитель. Со своей и без того небольшой пенсии мужчина ежемесячно оплачивает счета. К энерговорам он относится отрицательно. Ведь зачастую именно незаконные подключения являются причиной аварий на сетях. Оно вот так-то у нас вот было до этого тут. До этого было. Я не знаю кто, но где-то недалеко пользовался мы. Как раз подсоединены к этой школьной улице. Энергия у нас подключена. Кто-то баловался. Все, 8 по 8. Врубит, видать, обогреватель или еще. И телевизор вот так в мельтесит, и холодильник, тих-тих-тих-тих. И все прочее. Вот и пожалуйста. По мнению энергетиков, такие информационные знаки метод действенный. Сетевики надеются, что таким образом смогут достучаться до совести нарушителей. Результаты будут обсуждать на заседаниях общественного совета, который создали в Боготоле недавно. То есть на данных советах непосредственно потребитель электроэнергии, тепловой энергии, может задать вопросы руководству Кроссека. То есть те именно набавляющие моменты, проблемы, которые непосредственно интересуют потребителей. Также со своей стороны, как администрации города, мы можем поставить более конкретные, планомерные, разработать перечень задач, целей, которые интересуют нас. Единственное, что огорчает, большинство информационных знаков с надписью «Энергохам» уже сорвали. Но на месте уничтоженных табличек обязательно появятся другие. Планово раз в полгода. Энергетики будут проводить проверку и выявлять хищение. Нарушителей ждет общественное порицание, штраф или даже уголовная ответственность. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости.